Приветствую Вас! Я внимательно прочитал Ваш вопрос и прочитал ответы коллег на Ваш вопрос для того, чтобы лучше понимать, что они Вам сказали, чтобы не повторяться. Давайте попробуем разобраться с тем, что Вы написали. Значит, в начале апреля в метро мне стало плохо. Будто воздух перекрыли, началась жуткая паника. Я вылетел из вагона с валидолом под языком. Бегу по эскаватору, чтобы не упасть в обморок. Значит, ну вот стало плохо, началась жуткая паника, будто воздух перекрыли. Нужно, чтобы Вы постарались максимально подробно воспроизвести вот именно то, что было тогда с Вами. То, что произошло с Вами тогда. Потому что то, что Вам стало плохо в метро, это может быть как следствие, например, того, что Вам действительно может быть плохо в метро. А может это быть и следствием того, что Вы стали, например, бояться теперь вообще ездить в метро, потому что, ну там случались теракты какие-то, да. И вообще-то происходили, ну, довольно неприятные вещи, скажем так. Вот. То есть, ситуация, она, ну, довольно-таки неприятная. Вот. А причины этой ситуации Вы не говорите. То есть, Вы не рефлексируете то, что с Вами происходит. А она, вообще-то говоря, должна быть, потому что именно рефлексия, то есть, понимание того, что с Вами происходит, поможет Вам лучше понять, что именно у Вас. Тем более, что, как Вы говорите, вроде бы, именно проблем с здоровьем у Вас нет. Да? То есть, вроде бы, вот, именно так. В физиологии, физиологии у Вас нет. Значит, придется в цах ездить к метро, подходил к эскалатору и прямо уже становилось нечем дышать. Значит, ну, здесь тоже важна работа именно со страхом. То есть, чего именно, чего конкретно Вы побоитесь, чего конкретно Вы опасаетесь, что именно вызывает у Вас страх такой сильный и так далее. Это тоже важный момент, потому что то, что Вы просто подходите к эскалатору и у Вас сразу прикрывает дыхание, это, опять же, от незнания того, что именно с Вами, того, что именно Вы боитесь, чего именно Вы боитесь. Вы вот этого пока не понимаете. И Вы ведь боитесь не того, что Вам придется, например, ездить в метро. Вы боитесь, скорее всего, другого. Другого, Вы боитесь того, что за этим Вас следует. И здесь я полагаю, что, да, техники, техники дыхания, они, они очень, очень важны именно для Вас, да, потому что у Вас есть определенные проблемы с дыханием. Вот. И если Вы обладаете техниками правильного дыхания, то я полагаю, что Вам будет легче, проще и, ну, будет не так тяжело уже преодолевать вот эти вот все моменты. То есть это может и от нарушения дыхания быть то, что с Вами происходит, и от незнания того, чего именно Вы боитесь. Значит так, потом на работе так же стало плохо, будто воздух перекрыли, и я падаю. Я бегом выбежал на улице. Ну, смотрите, значит, такая получается как. Значит, что и в метро, и на работе Вам стало плохо. И поскольку Вам стало плохо сперва в метро, а потом на работе, то я полагаю, что, ну, есть какие-то общие, обязательно общие факты, факты у этого. Они есть, они обязательно есть, просто Вы их, опять же, возможно, не видите. Вы не видите того, что Вас беспокоит. Вы не видите того, что за этим стоит. Причина как бы скрыт, 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 наскрыт. И скрыта она, ну, в первую очередь скрыта Вашей защитной реакцией. То есть Вам, вот Ваше состояние, которое у Вас, оно Вам чем-то удобно. Да, то есть на глубинном уровне Вы, может быть, не хотите действительно работать, не хотите там с мужем жить, там, так сказать. Потому что, вполне вероятно, что Вас с ним, там, не все гладко, как, ну, как кажется на первый взгляд, например, да, и так далее. Вот. Ну, то есть здесь, опять же, опять же, здесь нужно разбираться, что именно. Потому что, так вот пока не понятно. Непонятно, да. Нужно именно Вас посмотреть, нужно анализировать, разговаривать с Вас. Понимаете, то есть, когда человек боится, первое, что нужно, это разговаривать. Разговаривать, чего именно я боюсь, почему я боюсь этого именно, да, и так далее, и так далее, и так далее. То есть нужно именно разговаривать. Разговаривать с тем, значит, на тему того, что Вас беспокоит. Значит так, значит, делал УЗИ сердце и сосудов головы. Сказали, ничего смертельного нет. Ну, вот здесь, то есть такой, конечно, очень интересный момент. Значит, смертельного ничего нет, вроде бы, Вы говорите, да, смертельного нет ничего. Но, при этом, при том, что смертельного ничего нет, а что есть. То есть, вот то, что смертельного нет, это я понял, это понятно. А есть что? Ведь какие-то проблемы у Вас есть, то, что нет смертельного, это, видословно, хорошо. Но, так, если нет смертельного, это же не надо, что все в порядке. Правильно? И если у Вас там, ну, не совсем все в порядке, если у Вас не совсем все хорошо, то нужно, чтобы Вы знали, что с Вам все-таки, что у Вас все-таки. Вот Вы сказали, что ничего смертельного. Ну, хорошо. Ага, а нет смертельного. Диагноз-то Вам поставили какой-нибудь врачи или нет? Или так, или так? Диагноза никакого у Вас и нет, собственно говоря. Этот момент, на мой взгляд, является тоже важным. Далее. Теперь меня мучает, значит, такая мысль, такая, значит, теперь меня мучает такая тахикардия, которая поднимается до 140 ударов. Сейчас поднимается до 120, я стараюсь себя успокоить, иногда это получается, но моя жизнь на ограниченном. Так, ну, Вы стараетесь себя успокоить. Эмм, хорошо. Значит, если Вы стараетесь себя успокоить, значит, что-то заставляет Вас ненужить. Что-то заставляет Вас переживать, правильно? Если Вы стараетесь себя успокоить. Ну, вот это тоже достаточно важный момент. То есть, если человек себя успокаивает, от чего-то, значит, есть от чего успокаивать. Если есть от чего успокаивать, значит, с этими нужно разбираться, что Вас нервирует и так далее. Вот, мне кажется, что именно то, что Вас нервирует, то, что заставляет Вас испытывать нервные переживания и является самым важным и ключевым моментом. Далее, далее, боязнь на ограничено. Я сижу дома с родителями, потому что боюсь выходить или ехать куда-либо. Ну, вот здесь, опять же, не очень понятно, да? То есть, если Вы боитесь куда-либо ехать, если Вы боитесь куда-либо выходить, то откуда и как у Вас это появилось? Откуда, как и почему? Ну, вот Вы касались, что Вы на работе, с Вами на работе случился приступ, Вы сказали. Это понятно. Но теперь, получается, что Вы вообще никуда не можете выходить. Это фобия. Фабические расстройства, они действительно диагностируются врачами. Врачами-психотерапевтами. Но здесь надо понимать, что у любого фабического расстройства есть своя основа, да? То есть, своя причина. И причина, вот именно Ваших хобий, Вам не ясна пока что. Это нужно выяснить. Нужно выяснить, что именно. Нужно выяснить и понять, почему так с Вами произошло. Что именно. Да? Заставил Вас так, чего бояться и почему. Далее, значит, я боюсь, что когда он пойдет на работу, мне станет плохо. Ну, это страхи. Это страхи. Значит, для начала Вам нужно обратиться к психотерапевту, чтобы он Вам назначил препараты соответствующие, дабы Вам не было так страшно. А потом, потом, я думаю, Вам обязательно нужно поработать с психологом для того, чтобы понять, что именно Вы боитесь, чего именно Вы боитесь. И уже непосредственно раскрыть причину Ваших страхов. Вот это может быть как страх действительно взрослой жизни, так и что-либо другое. Но с этим нужно разбираться. На этом все. Надеюсь, что помог Вам. Если у Вас остались вопросы, пишите в личку. Буду рад помочь. Если Вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю Вам всего самого доброго и удачи.